Мы всегда говорим, жив Господь, и жива душа наша, и мы не умрем, мы будем жить. Жить для цели. Цель следующая, чтобы возвещать о великих делах Божьих. И третий день поста завершается сегодня в 6 часов вечера, через 2 часа. Как раз мы эти 2 часа вместе проведем в молитве, в слове, в причастии и в свидетельствах. Как написано, они пребывали ежедневно. То есть это ежедневное занятие настоящей церкви. Она все время стремится к единству. Она стремится быть вместе, вместе, вместе. Как птица птенцов, он нас собирает в это единение. Но люди, люди не хотят. Я хотел вас собрать, Израиль, но вы не захотели. Вы не захотели. О, если бы ты знал, что служит ко благу твоему. Тогда твой шалом был бы, как река. Как река. И, конечно, люди, которые не знают Господа, не знают цели, для которой рождены, смысл жизни. У них нет мира. Нечестивым нет мира. Нечестие – это не только грех, но это и упорство сердца, каменное сердце. Это такая твердость к духовному. Вот есть люди очень душевные. Я наблюдаю душевных людей, когда они смотрят кинофильмы. Если там мелодрама, и там есть элементы чьих-то страданий. И вот они сострадают другим, глядя на чужую жизнь. В них просыпается милосердие и сострадание. Точно так же и мы развиваем в себе дух. 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 Духовную составляющую. Потому что душевная, она очень слабая. И она очень близка к плотской. Плотская сущность человека – это, вы знаете, и гордость, и надменность, и славие. Дела плоти известны. Они суть – прелюбодеяние, любодеяние, блуд, нечистота, злая похоть и так далее. Масса всевозможных нехороших вещей. А плот Духа – это любовь, святость, мир, шалом, благословение, благоденствие на веки и веки. И Господь нам заповедал благоденствие на веки и веки. Сегодня мы порассуждаем над следующим местом Священного Писания. Как бы рассуждение под таким тезисом. Рави – кто согрешил? Рави – это учитель. Рэбэ иногда говорят. Но правильно – Рави. Рави. И ученики называли Яшуа Рави. Рави – это человек, которому я доверяю. Это мой наставник. Это тот, которому я верю и доверяю, что он позаботится обо мне, позаботится о моей жизни, даст мне правильное наставление и не будет использовать меня в корыстных интересах. Вот это называется Рави. И вот однажды, 9 глава Иоанна, с самого начала, Иешуа, проходя мимо, увидел человека, который был слеп от рождения. Рави – почему он родился слепым? Рави – спросили его ученики. Кто согрешил? Вопрос. Кто согрешил? Он сам или его родители? Оно. Вот у нас есть такое учение популярное о родословных проклятиях. И очень много народу мы потеряли из-за этого учения. Потому что это бездна, в которую можно упасть и оттуда не подняться. Наследственное проклятие или то, что мы получили вследствие грехов наших родителей Да, оно имело место и имеет, конечно Но не в нашем случае Ешуа принес жертву Жертву за грехи наши Он стал жертвой за грехи наши Он отдал свою кровь непорочного чистого агнца Для того, чтобы мы, избавившись от грехов Жили для праведности его, правды его И его ранами мы исцелились от всех наследственных проклятий От всех наследственных генетических образований Единократным приношением То есть раз и навсегда соделал совершенными приходящих к Богу Раз и навсегда Вот такая ситуация сложилась Но в это нужно поверить Все, что не по вере Грех Религия это грех Опиум для народа Это, если хотите, одна из форм наркомании Религия, она ничего не привела в вечность Религия все увела в бездну Преисподнюю Поэтому все вот эти вот учения Все вот эти изгнания Эти бесконечные копания Консультации Исповедания Под два-три часа Я сам сидел в офисе Консультировал людей Копали, копали, копали Искали, искали Но, знаете Всему свое время Приходит время зрелости И тогда приходят Другие, другие чувства приходят И мы выходим из темноты В чудный Божий свет Написано, что Бог Отец есть свет И в нем нет никакой тьмы Никакой Вообще И его Просьба к нам Следующим Прибудьте во мне Все Это ваша безопасность Это ваша Сила Это ваше благословение И это то В чем вы на самом деле нуждаетесь Прибудьте во мне И я В вас То есть наше соединение С Всевышним В духе Приводит нас В соответствие Его природы Соединяющейся с Господом Становится Один Дух С Господом В Господе Всевышнем Нету Никаких заболеваний Никаких корней И ничего 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 Поэтому Эти учения Конечно Они держат Дурят Кто только хочет Кто только может И Вот такие люди Они ведутся На какие-то фотографии В интернете Какого-то там Коллегу Намалевали Нашли где-то фотографии Надо срочно денег Вот сюда кидайте деньги Люди жертвуют Наивные Глупые Сейчас вот гуляя Такие фотографии Там девочка Без ног сидит Вот У меня сегодня День рождения Вы меня поздравите Это все делают Манипуляторы Которые ищут Легкую добычу Полезных идиотов Чтобы через Их аккаунты Входить В их жизнь В их Банковские Счета Карточки И потихонечку Сидеть оттуда Деньжата Вот Всякий доступ К вашей страничке Всякий ваш лайк Это ваше соединение С тем Кого вы лайкнули И конечно По этим лайкам И вычисляются люди Потому что видно Кто лайкает Какие фамилии Как же нам быть Такая система Обмана вокруг Такая система Лжи Еще говорит нам Бодрствуйте Бодрствуйте И когда мы Бодрствуем Мы Слышим Ответы Как и Шоа Слышал Он ничего Не придумал Не сочинял Он говорит Я все Слышу Как говорит Отец Так я и делаю Вот как я Слышу Так я и поступаю Пока я не Услышу Я ничего Не делаю И вот К этому Сейчас Должна Прийти Наша Жизнь Раби Почему он Родился Слепым Конечно Слепота Это очень Жесткое Нарушение Гармонии И счастливой Жизни Когда человек Родился Слепым Всегда Возникает Вопрос Почему Или за Что И ученики Спрашивают За Что Почему Он Слепой Наверное Он Согрешил Но как Он мог Согрешить Если он От рождения Где он Мог Согрешить Он Что Свинину Ел В утробе Матери Нет Он Ел То Что Ела Его Мама Через Молоко Там Или Какие-то Там По Трубочкам Получал Витамины Не Согрешил Ни он Ни родители Ответил Ишо Слепота Его Для Того Чтобы Благодаря Ей Стали Явными Дела Всевышнего Почитаю Еще Не Согрешил Ни Он Ни Родители То есть Слепота Не связана С грехом Это Не Является Наказанием Это Является Способом Явить На этом Человеке Славу Божию И Это Слава Явилась Ишо Его Абсолютно Исцелил Плюнул На землю Смешал Слюну С землей Помазал Ему Глаза Этой Грязью И сказал Ступай К шеламскому Шеламскому пруду Шелак Значит Посланный И умойся Тот пошел Умылся И стал Зрячим Все очень Очень легко Все Очень И очень Просто Поэтому Уйдите От Самокопания Самоосуждения А вот Кто Согрешил Бабушка Прабабушка Колдунья Дедушка Цыган Знаете У разбойника На кресте Не было вообще Никаких шансов Вы не знали Его дедушку И бабушку Он не первый убийца В своей семье Разбойниками Не так Становятся Это Обычно Ремесло Семейное И разбойник На кресте Попадает В рай Не совершив Вообще Никаких дел После казни Он умирает На кресте Его добивает Жестоким способом Перебивает Ему голени И он Через Мученическую Смерть Наследует Спасение Только За то Что Сказал Помяни Меня Рави Или Адонай Или Господь Или Машиах Как он Назвал Господа Это все Правильно Помяни Меня Адонай Когда Приидет Твое Царство Когда ты Войдешь В свое Царство Вспомни Обо Мне Ишуа Ему Говорит Истина Говорю Тебе Ныне Же Ныне Же Будешь Со Мною В Раю Я Я Верну В Эдем Сад Эдем И так И случилось Один Разбойник Проклинал Ишуа Не верил Него Он Пошел В Преисподнюю За Свои Дела Второй Принял Ишуа Как своего Спасителя Шуа Прямо Во время Процесса Пролития Крови Когда Ишуа Окроплял Как первосвященник Будущих благ Землю Своею Собственную Кровью Не кровью Тельцов А Своей Собственной Святой Кровью И Эта Кровь Уже Упала Уже Жертва Была Принесена И Разбойник Который Начал Заступаться За Ишуа Укоряя Другого Разбойника Что же Ты его Ругаешь Мы же Все Тут Висим На кресте Что Ты Его Проклинаешь За Что Он Тебе Плохого Сделал А Тот Проклинал Богохульствовал И Умирал Своих Собственных Грехов Без Капельки Раскаяния А Этот Он Раскаялся Он Признал Свою Вину И Понимал Что Себя Спасти Он Сам Не Может Смертную Минуту Ему Нужен Посредник И Он Увидел Этого Посредника В Ишуа И Он Сказал Это Ж Праведник Это Святой Человек Это Мы Грешники Мы Убийцы А Он Святой Кадош Это Праведник Цадик За За Что Его Казнили А У Него Над Головой Ушел Была Надпись Царь Иудейский Царь Иудейский Помяни Меня Когда Придешь Своё Царство Знаете Что Вера Это Единственный Способ Доказать Правоту Вера Единственный Способ Увидеть Славу Если Будешь Веровать Спасен Будешь Это Единственный Способ Дорога Путь Ведущая В спасение Поэтому Слепорожденный Это Не Конец Если Ты Слепорожденный Или Ты Инвалид Или У Тебя Какие То Вещи Случились От Детства От Рождения Не Надо Винить Своих Родителей Не Надо Винить Себя А Тем Более Всевышнего Что Вот Бог Меня Наказал Еще Подождите Суды Божьи Только Впереди И Когда Бог Начнет Судить Это Все Узнают Что Это Бог Судится Это Не Потому Что Бог Кого То Наказывает Еще Говорит Слепота Его Для Того Чтобы Благодаря Ей Стали Явными Дела Всевышнего То Есть Твоя Проблема На Которую Ты Смотришь Бегаешь По Энкаутерам По Церквям Ищешь Ответы Пророков Сосуды Вопрошаешь Пишешь Онлайн Ищешь На самом деле Решение Проблемы Когда Ты Поймешь Что Это Сделал Допустил Всевышний Чтобы На тебе Явить Славу Ведь Все знают Что Ты Инвалид И Когда Ты Исцелишься Все Узнают Что Есть Живой Бог Все Знали Что Это Слепой Он Слепорожденный Вот Мы Читаем Дальше Его Соседи Другие Люди Которые Видели Его Просившим Милостыню Стали Говорить Как 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 Стали Говорить Как Это Тот Самый Человек Который Сидел И Просил Милостыню Да Это Он Отвечали Одни Нет Он Просто Похож На него Возражали Другие Это Правда Я Сказал Сам Человек Сам Видите Это Огромная Сила Для Свидетельства Миру О Славе Всевышнего Поэтому Прекратите Укорять Родителей Оставьте В покое Окажите Им Почет Уважение Почитай Отца И Маму Продлятся Твои Дни На Земле Не Надо Злословить Отца Какой Бо Он Небыл Что Бо Он Как Он Не Жил Он Перед Господом Чужой Раб Он Даст Отчет Ты Отвечай За Себя За Себя Люди За Себя Не Хотят Отвечать Они Видят Бревно В Чужих Глазах Сучки В Чужих Глазах А Проблема Она Тоже Решаемая Конечно Через Веру Нам Нужна Вера Нам Нужна Драгоценная Дороже Золота И Алмазов И Изумрудов Дороже Всего Что Мы Имеем Нашего Имущества Дороже Даже Нашей Жизни Вера Которая Есть Осуществление Ожиданий И Уверенность В Невидимом Вот В этой Вере Свидетельствованы Были Древние Авраам Принес Верой В жертву Своего Единственного Наследника И Принес Единородного Сына Своего Единого Другого Не было Еще Вряд ли Будет Уже Ситуация Такая Ему Сто Лет Сарочки Девяносто А когда Бог Попросил Жертву Мальчику Было Уже Лет Девять Десять Двенадцать То есть Авраам Уже Было Сто Десять Сарочке Уже Было Сто Уже Точно Чуда Не Ждали Не Ждали Поэтому Когда Всевышний Сказал Возьми Сына Возведи Его На гору Мориа И Там Зарежь Принеси Жертву На Камни Жертвенном Кто Не Знает Мориа Это Камень С которого Всевышний Начал Делать Всю Вселенную Это Первичный Камень Мориа Он Сегодня Находится Под Толстым Бронированным Стеклом В Мечети Аякса И Туда Даже Не Пускают Никого Из Людей Там Очень Жесткая Охрана Потому Что Этот Камень Слишком Дорогоценный Чтобы туда Кто попало Но я так Подозреваю Что Втихаря Каких-то Там Богатеев Водят Разрешают Помолиться Прикоснуться Там За Хорошие Деньги Все Продается И все Покупается В этом Мире Но Это Особый Камень На нем Авраам Принес В жертву Своего Сына Ицхака Не Пожалел Почему Потому Что Он Верил Написано Что Всевышний Силен Воскресить Воскресить Его Сына Из Мертвых Даже Если Я Его Зарежу Всевышний Может Его Опять Оживить И С Этой Верой Он Пришел С Острым Ножом Положил Связал Мальчика Положил На дрова Дрова Положил Все Мальчик Где жертва Он Адунаю Смотрит Потом Поверни Сынок Руки Связал Ноги Положил На жертву И Ицхак Такой Лежит И думает Что Это Такое Никогда Человека В жертву Отец Не Приносил Это Язычники Приносят В жертву Ваалу Своих Детей Это Язычники В то Время И Сейчас Сжигают Своих Детей А тут Отец Который Верит Всемогущего Который Рассказывал О его Доброте О его Величии О его Силе Этот Отец Меня Своего Единственного Сына Ради Которого Он Выгнал Сына Рабыни Вместе С матерью Рабыней Который Расчищал Мне Дорогу Все Время Говорю Что Ты Один Тебе Все Достанется И Потомки Твои Будут Как Песок И Как Звезды И Так Далее Сын То Знал Все И Он Лежит И Ждет Смерти И Когда Авраам Занес Нож Ангел Остановил И Сказал Теперь Вижу Что Ты Верен Вижу Что Ты Верен Многие Из вас Думают Что Ваши Приключения Просто Так Происходят Нет Всевышний Хочет Чтобы Мы Увидели Нашу Верность И Неверность И Когда Мы Неверны Он Остается Верен Потому Что Себя Отречься Не Может Поэтому Наша Неверность Никогда Не Уничтожит Его Верность Наши Грехи Никак Не Влияют На Его Святость Наши Согрешения Никак Не Влияют На Его На 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 Всевышний Он Живет В Вином Измерении И Он Превосходит Нас И Все Что Мы И В своем Представлении О Высоте Долготе Глубине Широте Он Превосходит Все Параметры Того Что Мы О нем Думаем Да Мы Верующие Мы Искренне Мы Хорошие Люди Но Этого Мало Поэтому Он Дал Нам Сына Его Кровь Пролитая На Землю Искупила Нас Когда Ишуа Родился Очень Интересные Факты Сейчас Прочитаем Вот Когда Он Только Появился Помните Ангелы Ликовали Мама С Папой Не знали Что И думать Потому Что Было Так Интересно Ангелы Спустились С Неба Пастухи Пришли Рассказывали Пророчествовали Маме Родить Жи Сына Наречешь Ему Имя Ют Гей Вау Гей Шуа Запомните Запишите Выучите Имя Своего Спасителя Наречешь Ему Имя Ю Гей Вау Гей Шуа Ют Гей Вау Гей Это Имя Всевышнего Бога Это Личное Имя Все Остальное Титулы Шуа Означает Спасение То есть Бог Которого Вы Верите Все Остальное Титулы Все Остальное Название Прекрасный Замечательный Вы Сына Зовете По разному Да Но Когда Вы Говорите Александр Он Поворачивается Да Потому что Это Его Имя Так И Всевышний Когда Мы Призовем Имя Тогда Шуа Придет Настоящий Шуа Итак В самом Имени Его Заключена Сила Спасения И Будет Всякий Кто Призовет Имя Господне Спасется Спасется Родишь Сына Наречешь Ему Имя Ибо Он Спасет Людей Своих От Грехов Их Почему Нужно Было Спасать Людей От Грехов Потому Что Люди Жили Во Грехе Люди Согрешили В Адаме И Еве Первых Людях И Они Жили Во Грехе И Живут Во Грехе Все Кто Не Принял Любви Божьей Для Своего Спасения Все Вокруг Нас Те Кто Принял Любовь Божьей Через Яшум И Шреха Те Кто Верует В Яшуа Как Спасителя Своего От Греха Тогда Эти Люди Увидят Славу Будут Веровать Люди Будут Видеть Не Будут Веровать Осуждены Будут То есть Суд Придет Не За То Что Ты Не Ходил В Воскресенье В Церковь А Суд Придет Не За То Что Ты Курил Пил Блудил Наркоманил Нет Воровал Не Важно Что Ты Дел Суд Приходит По Одной Статье Ты Не Принял Любви Божьей Для Шуа Для Своего Спасения Я Тебе Дал Сына Мой Сын Пролил Кровь Он Совершил Шуа Полное Шуа Но Ты Это Не Принял Ты Это Отверг Или Ты Формально Принял Носишь Имя Будто Жив Но Ты Мертвый Ты Не Живешь Для Всевышнего Ты Живешь Для Себя Ты Занимаешься Самоудовлетворением У людей Свой взгляд На Грехи Когда Иов Заболел Его Друзья Пришли Три Дня Молчали Потому Что Видели Жестокие Страдания А потом Начали Говорить И Когда Они Начали Говорить Произошел Казус Потому Что Явился Всевышний И Сказал Мой Гнев Горит На Вот Этих Троих Пусть Ева Помолится За них Принесет Жертву И Я Приму От Ева Только Молитву И Жертву А От Этих Людей Даже Не Хочу Принимать Ни Молитвы Ни Жертвы Прочитайте Всю книгу Ева Что плохого Говорил Елефас Ну что Такие Умные Правильные Религиозные Набожные Речи Такие Глубокие Мысли Такая Философия Но Это Не В этом Случае И Не Тому Человеку Он Говорил Это Нужно Все Лекции Себе Говорить А Не Учить Других Поэтому Я Не Собираюсь Никого Учить Никакого Грешника Как Ему Жить Или Почему Он Согрешил А Это Твой Папа Пьяница Это Твой Дедушка Убивал Красноармеец Евреев Из-за Этого Каждый Отвечает За Себя Каждый Отвечает За Себя Будешь Веровать Спасен Будешь Не Будешь Веровать Это Тоже Твой Выбор Будешь Пиво Пить С Девочками Гулять Курить Наркоманить Воровать Обманывать Людей Неважно Президенты Или Бомж Неважно Грех Одинаково Наказуем Возмездие За Грех Смерть Давайте Это Это Надо Писать На Троллейбусах И Метро И На Вокзале Возмездие За Грех Смерть При Входе В Храм Заходишь Возмездие За Грех Смерть Если Ты Ты Зашел С С Грех В Храм И Не Рассказ Ты Умрешь Не Выйдешь С Этого Храма Вот Это Божий Храм И Он Будет Восстановлен Когда Люди Будут Умирать Как Анания Сапфира Прямо На Собрании Вот Это Значит Что Там Присутствует Святость Настоящее Присутствие Божие А не То Что Мы Скачем Как Козлики Молодые Прыгаем Хороводы Водим Это Все Не То Это Все Детство Детство Юность Суета Это Все Суета Поэтому Глубинный Вопрос Который Задали Ученики Своему Учителю А вместе С ними И мы Задаем Рави Кто Согрешил Рави Где Корень Проблемы Дай Нам Понять Это Мы Хотим Понимать Разбираться Чтобы Помогать Людям Иногда Кажется Что Ты Можешь Научиться Спас Спас Людей Но Как Написано Врач Исцели Самого Себя Куда Ты Лезешь Грязными Руками В чужую Жизнь Не Трогай Никого Сначала Бревно Из своего Глаза Вытащи А потом Увидишь Как Помочь Тому Кого Ты Увидел Сучок Как Тебе Показало Кто Согрешил Согрешил Родители Сам Человек Никто Не Согрешил Оказывается Нет Виноватых Нет Виноватых Не Согрешил Ни Он Ни Родители Ответил Еще Слепота Его Для того Еще Раз Ваша Проблема Для того Моя Проблема У меня Для того Не для того Чтобы я Осуждался И сидел Плакал Или Пил Или Курил И О я Грешник Бедный Я Такой Не Согрешил Ни Он Ни Родители Ответил Еще Слепота Его Для того Слепота Его Для того Ваша Проблема Для того Вот Дети Неверующие Непослушные Это Не Не Надо Искать Никого Винить И Детей Не Надо В этом Винить Это Для Того Чтобы Явились Дела Божьи Все Знают Песню О Благодать Спасен Тобой Я Из Пучины Бед Не все знают Ее происхождение Эту песню Написал Негр Христианин Вернее Негр Христианин Плыл на корабле Рабовладельческом Когда Американцы Занимались Торговлей Рабов И возили Из Африки Негров И это всюду Воровали Негров Даже на улицах И продавали На юг В рабство На плантации И был Неплохой бизнес Это называется Человеко Хищничество Торговля Людьми Она Сегодня Тоже Процветает Девушек Крадут Детей И так далее И это Проблема И Вот этого Темнокожего Украли И Он плыл На корабле И Постоянно Служил Капитану Напоминанием Божьей любви Он все время Капитана Благословлял Никогда Ропота Никогда Те его плеткой Били Издевались А он Все время Их любил И последнее Капитану Показало Что кто-то Там Согрешил Надо наказать Ну и попался Этот христианин Под руку И он За борт Его Говорит Все Казнить И последние Слова Которые Умирающий Этот христианин Сказал ему Я за тебя Молюсь Я знаю Что однажды Бог тебе Придет Я иду на небеса Я не боюсь смерти Но однажды К тебе Бог придет И Скинули Этого Раба В море Он погиб А капитан Вернулся Домой Отслужил И Однажды Он напился Пьяный Не однажды А многократно Он пил И ругался И дрался И все И Вдруг Он вспомнил Вот этого Негра Эти слова И в одно мгновение Вы знаете Это как Вот как Молния Пронзило Сердце Его И когда Он спустился В своем доме Вниз Заплаканный Весь такой И говорит Где тут церковь Где тут Священник Мне надо Срочно В церковь Где тут Священники Отведите меня Жена Такими глазами Ну муж Такой был Деспотый Вдруг Повели в церковь Он там Покаялся Принял Господа Примирился И стал Христианином Бросил Ремесло Свое И Начал Писать Гимны И все Время Перед глазами Эти Это лицо Было Вот этого Вот темнокожего Старика И любовь В его глазах И он Написал Эту песню О благодать Спасен Тобой Ее поет Весь мир Я из пучин И бед Был мертв, но чудом стал живой Был слеп, но вижу свет Был мертв, но чудом стал живой Был слеп, но вижу свет И эта песня Она такая Глубокая Все время Там на похоронах Всех святых Поют Она действительно Очень трогательная И она имеет Свою историю Глубокую В чем был Виновен капитан Что он Находясь во грехе Творил Греховные дела Но кто-то За него Молился И кто-то Говорил Господи Прости Не ведает Что делает И Отец Небесный Ему послал Ведение Он увидел Первого Себя Подожди Что? Как я живу? Не знаю Как у вас было Покаяние У меня покаяние Очень трагичное Было Я Так рыдал Так из меня Выходил Эта боль Этот грех Это все мое Сиротство И все прочее И когда это Из меня вышло Я никогда Не забуду Это чувство Я встал Слен В церкви В собрании И вдруг Почувствовал Что с меня Упала гора Я легкий Я могу летать Я могу летать Я вышел Во двор И я полетел Вот летаю До сих пор Летаю 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 До сих пор Почему? Потому что Мы не должны Сосредотачиваться На проблемах Греха Мы должны Сосредотачиваться На проблемах Шуа Спасение То есть Больше Смотреть На спасителя На спасение Благодарить Петь Восхвалять Все он Это ему слава Это не я Это не я Такой хороший Человек Нет Если бы не он То я никогда Не стал тем Кем я стал Если бы не он Я бы никогда Не был так Обеспечен Как сегодня Если бы не он Я не был бы здоров Как сегодня И если в моей жизни Есть проблема То он сказал Что это Для того Чтобы были Явными Дела Всевышнего Пока Пока длится День Он сказал Мы должны Исполнять Дела Того Кто послал Меня Скоро Ночь Когда никто Не сможет Трудиться Пока Я в мире Я Свет Миру И сказав Это Плюнул Взял Грязь Помазал Иди Умойся На купальню Щелом Пошел Умылся Стал Зрячим Как ты стал Видеть Спросили люди Человек Которого Зовут Юдгей Валгей Щуа Смешал Слюну С землей Помазал Мне Этим Глаза Да Какое Лекарство Простое Прям взял И сделал Как в детстве Мы это делали Слюней Все делали Помазать Ему Я сказал Пойди В щелах И умойся Ответил Я пошел Умылся И стал Видеть Где он Спросили они Не знаю Я же был Слепой Я по голосу Еще бы мог Кто знать Но я же его Не видел Человека Который Был Раньше Слепым Приводит К фарисеям А день В который Ищу А это Сделал Исцелив От слепоты Был Шаббат Шаббат Вот сейчас Шаббат Закончился Сегодня Уже Ем решен Первый день А это был Шаббат С пятницы Вечером До субботы Вечера Ничего нельзя Делать Никакой работы Отдыхать Славить Господа Читать Библию Ну вот такое Фарисеи Тогда тоже Не поняли Почему В субботу Он занимается Исцелениями Ааа Не от Бога Этот человек Начали говорить Не от Бога Этот человек Ой Вей Фарисеи Тоже стали Спрашивать Как он стал Зрячим Он наложил Мне на глаза Слюну Смешанную Землей Я умылся И теперь Вижу Говорит он Этот человек Не может Быть от Бога Потому что Он не соблюдает Шаббат Заявили тогда Некоторые Из фарисеев Мы тоже Так на некоторых Можем наехать Ты что Субботу Не чтишь Я помню У нас Сестры ушли В субботники Пришли ко мне Домой И говорят Пастор Субботу Надо чтить А я сижу Смеюсь Говорю Да какая Суббота Господь Все отменил Закон И все Я был так Убежден Вот А они Нет Суббота Это все Для человека И для фарисеев Христиан Тоже Человек Не соблюдающий Субботу Едущий Свинину Пьющий Вино Это вообще Изгой Но Так ли это Чему-то Господь хочет Этой истории Нас научить Не отталкивать Никого Любить Всех Приходящих Никого И приходящих Не изгонять Молиться Обижающих Благословлять Проклинающих И быть Совершенными Фарисеи Они Несовершенны Поэтому Унаследовали Херем Проклятие А Ешуа Как Сын Божий Унаследовал Броход Благословение И он Был Носителем Благословения Благословения Мудрости Благословения Веры Благословения Ведения Благословения Силы Благословения Исцеления Благословения Чудотворения Всех Благословений Которые Только Можно Перечислить Этот Человек Не может Быть От Всевышнего Потому Что Он Не Соблюдает Шаббат Заявили Тогда Некоторые Из фарисеев Но Разве Грешный Человек Может Совершать Такие Чудеса Возражали Другие И тоже Были Правы Разве Такой Человек Грешник Может Совершить Чудо Кричите Ой Вей Мама Дорогая Ой Вей Мама Дорогая Ой Вей Мама Дорогая Итак Продолжаем В скайпе Без Видео Я отключу Потому Что Экономим Будем Трафик Трафик Этот Человек Не может Быть От Бога Потому Что Он Не Соблюдает Субботу Шаббат Ой Кричите Вей Ой Вей Ой Вей Везде У нас Валится Сейчас Интернет Но Ребята Будет Запись Послушайте Алдио Не будет Но Видео Кусачками Фрагментами Ну Сами Почитайте С Духом Святых Он Все Объяснит Этот Человек Не может Быть От Всевышнего Это Рассуждение Фарисеев Фарисеи Рассуждают Со Своей Колокольни Православные Со Своей Католики Со Баптисты Со Своей Пятидесятники Со Своей Поэтому Я Слез Колокольни И Больше Туда Не Залазил Мне Больше Нравится Слушать Святого Духа Чем Фарисеев В Какой Больше Динамина Динамина Продвинутой Они Не Состояли Нет Ничего Круче Того Что Делает Всевышний Нет Ничего Круче Но Такие Чудеса Вот Другие Люди Они Как-то Более Здраво Мысля Действительно Я Не Видел Грешников Которые Совершают Такие Чудеса Как Исцеление Слепо Рожденного Это Это Действительно Большая Редкость И Между Ними Разгорелся Спор Между Ними Разгорелся Спор Буду Ближе Говорить Чтоб Звук У нас Один Эфир Остался Вот Ваш Сейчас Лучше Напиши Лучший Звук О Лена Написала Разве Можно Изучить Совершенство Лена Да Я Видел Футболку Написано Хочешь Узнать О Боге Спроси У меня Я Так Смеялся Я Ну Вот Это Парень Уже Всех Фарисеев Произошел Он Уже Знаток Он Специалист По Богу Бога Уже Изучили Разложили По Полочкам И Вот Мы Можем Вам Рассказать Какой Бог Не Зная Бога Рассказывают О Боге Ой Вей Кричите Ой Вей Ой Вей Ой Вей Ой Зох Вей Ой Зох 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 Вей Да Тормозят Все Мои Гаджеты Ну Что Делать Гаджеты 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 Этот человек Не может быть От Бога Видите Одна Одна Позиция В основном Все Эти Вот Набожные Люди Религиозные Делят Всех На Это Наш Не Наш Это С какой Церкви Значит Не Наш А ты С какой Церкви Меня Все Пытают С какой Ты Динамя Кто Твой Пастор Ой Когда Говоришь Что Ты Твой Где Пастор Христос И Шо Не Верят Такой Церкви Нет Ой Вей Вот Такие Ребята Интересные Ребята Интересные Ой Вей Ой Вей Поэтому Нам С ними Не По Дороге Разве Грешный Человек Может Совершать Другие Наоборот Такое Придумали Как Может Грешный Человек Совершать Такие Действительно Реально Великие Чудеса И Между Ними Разгорелся Спор Всегда Религиозные Люди Будут Спорить Они Тебя Будут Хватать За Шкирку Они Будут Тебя Доказывать Один Говорю Я тебе Библии По голове Сейчас Как Дам Но Я тебе Докажу Что В Ялте Растут Ливанские Кедры Я что-то Запомнил На всю Жизнь Но Разве Грешный Человек Может Срешать Такие Чудеса Слепого Снова Спрашивают Ты говоришь Что он Сделал тебя Зрячим Кто Он По-твоему Пророк Ответил Тот Видите Сразу Понятно Что такими Вещами Всегда Занимались Люди Высокого Духовного Ранга Не ниже Чем Пророк И вот Я вижу Что это Реально Пророк Когда Когда-то Господь Спросил Учеников За Кого Меня Считают Люди И там Говорили Одни Считают Что это Илья Пришел Другие Что Еремия Или Кто-то Из Великих Пророков Воскрес Вот так Людям Так Легче Верить Если Я вам Скажу Что Я Инкарнация Там Допустим Александра Македонского Вам Что Я Раб Ничего Не Знаешь И Ничего Не Стуешь Люди Любят Вот Что-то Такое Чудное Странное Позвали Его Родителей Прозревшего И Спросили Это Ваш Сын Вы Говорите Что Он Родился Слепым Как Ж Он Теперь Видит Целая История Разборы Исцелился На Называется Исцелился На Свою Голову Вы Смеетесь А у Нас Мы Служили В Обществе Инвалидов Было Человек 25 Покаившихся Людей Спинальных Больных Которые В Колясочках И Когда Я Предложил Молиться За Исцеление Они Не Захотели Я Говорю А потом Не Открылись Когда Так Откровенничали Говорит Ну Ты Понимаешь Пастор Если Сейчас Я Исцелюсь То Мне Перестанут Платить Пенсию А Как Я Без Пенсии Я Потеряю Льготы А Как Я Без Льгот Вот И Все И И Ни Ни Один Не Исцелился Ни Один Но Как Они Могут Исцелиться Если Не Хотят Слепорожденный Исцеляется Потому Что Кричит И Шуа Бен Давид Помилуй Меня Здесь Упущено Что Он Орал А Он Еще И Орал Когда Услышал Что Идет И Шуа Мимо И Шуа Бен Давид Помилуй Меня Ну Иди Видите Его Сюда Кто Там Орет Привели Слепого И Он Получил Исцеление Тут Уже До Родителей Добрались Фарисеи Началось Расследование Был Он Слепым Или Это Притворялся Родители А ну Клянитесь Богом Был Он Слепой Так А Где Врач Его Лечащий Давайте Сюда Давайте Всех Это Ваш Сын Вы Говорите Что Он Родился Слепым Как Он Теперь Видит Вопрос Да Такой А Родители Не Присутствовали В момент Исцеления Они Сами Только Увидели Что Сын Прозрел Мы Знаем Что Это Наш Сын И Что Он Родился Слепым Ответили Родители А Как Он Теперь Видит И Кто Сделал Его Зрячим Этого Мы Не Знаем Спросите Его Самого Он Взрослый Сам О себе Расскажет Видите Родители Тут же Съехали Все Мы Не При Делах Родители Отвечали Так Потому Что Боялись Иудеев Ведь Те Уже Приняли Решение Отлучать От Синагоги Всякого Кто Признает Ешуа Машехом Поняли Вот Никакой Пенсии Никаких Ильгот Не будешь Иметь Иди На улицу Все Отлучить От Синагоги Это Было В то Время Очень Большое Проклятие Потому Что Синагога Это Был Центр Социального Обеспечения Это Все Равно Что Тебя Лишить Поддержки Иди Вот И живи Как Хочешь Это Большое Было Ну Наказание В то Время Поэтому Родители Сказали Он Уже Взрослый Спросите Его Самого И Вот Во Второй Раз Позвали Человека Который Был Слепым Сказали Ему Поклянись Что Скажешь Правду Нам Известно Что Тот Человек Грешник Нам Известно Знатоки Нам Все Известно Мы Все Знаем Мы Учились В Институте Библейском И Ни в Одном У Нас Диплом А у Тебя Что Мы Под Епископом Таким То А Ты Под Кем Вот Это Люди Они Сошли С Ума Так И Хотят Авторитет Поставить Человека Выше Авторитета Святого Духа Поэтому Проблемы Имеют Естественно Чем Дальше Человек От Всевышнего Тем Ему Хуже Живется И Чем Ближе К Всевышнему Тем Лучше А уже Кто Под Покровом Всевышнего Тот Уже Под Сенью Всемогущего Покоится Вот Куда Мы Убегаем Убегаем Итак Закончим Историю С этим Слепым Грешник Он Или Нет Я Не Знаю Сказал Честный Честный Человек Знаю Одно Я Был Слепым А Теперь Вижу Что С тобой Сделал Спросили Они Технология Как Как Сделал Тебя Зрячим Я Вам Уже Говорил И Вы Не Слушали Ответ Илон Зачем Вы Хотите Услышать Это Еще Раз Может Тоже Хотите Стать Его Учениками Ой Вот Это Да Это Ты Его Ученик Закричали Они На Него А Мы Ученики Моисея Моше Мы Знаем Что С Моше Говорил Всевышний Об Этом Человеке Мы Не Знаем Откуда Он Вот Это И Удивительно Сказал В Ответ Человек Вы Не Знаете Откуда Он А Он Сделал Меня Зрячим Но Мы Знаем Что Всевышний Слушает Не Грешников А Только Тех Кто Чтит Его И И Исполняет Его Волю Испокон Веку Неслыхано Чтобы Кто Нибудь Сделал Зрячим Слепорожденного Если Если Он Был Не От Всевышнего Он Ничего Не Смог Бы Сделать Какое Сильное Свидетельство Смелого Человека Он Не Боится Быть Отлученным От Синагоги Да Ему После Того Как Он Был Слепым Вообще Начихать Глубоко На Все Проблемы Потому Что Все Остальное Чепуха По Сравнению С тем Чтобы Родиться Слепорожденным А теперь Я Зрячий Теперь Я Зрячий Кто Нибудь Заключите Теперь Я Зрячий Зрячий Добрячий Зрячий Теперь Я Зрячий Зрячий Все А Ты Родился Во Грехах А еще Учишь Нас Закричали Они На Него И Выгнали Его Вон И Шоа Знав О том Что Его Выгнали И Найдя Его Спросил Ты Веришь Сына Человеческого Господин Мой Скажи Мне Кто Он И Я В Него Поверю Ответил Тот Ты Его Видел Сказал Еще Он Тот Кто С Тобой Говорит Верю Господи Ответил Он И Пал Ниц Перед Ним Еще Сказал Я Пришел В этот Мир Для Суда Чтобы Те Кто Видят Видели Все Кто Не Видят Видели А Зрячие Стали Слепыми Фарисеи Стоявшие Рядом С Еще Услышали Это И Сказали Ему Но Нас Ты Не Считаешь Слепыми Будь Вы Действительно Слепы На Вас Не Было Бы Греха Ответил Е Шуа Но Вы Говорите Что Видите Значит Ваш Грех На Вас Остается Очень Получительная История Спасибо Господу Пару Слов Еще О Антихристе Второй Фессалоникийцем Вторая Глава Написано Что Это Непростой Такой Дух Непростой Это Непростая Такая Личность О Возвращении Господа Нашего Еще Мощеха И о Том Как Мы Соберемся Встречать Его Это Любимая Тема Моя Как Же Мы Его Будем Встречать Мы Просим Вас Братья Не Терять Головы Не Впадать В Сметение Нет Пророчества Нет От Откровения Нет Письма Пусть Даже Оно Якобы От Нас Если В них Не Будет Сказано Что День Господа Уже Наступил Никому Не Дайте Себя Обмануть Никаким Способом Потому Что Сначала Должно Быть Великое Восстание Против Всевышнего Когда Явится Воплощение Зла Человек Обреченный На Гибель Противник Который Возомнит Себя Выше Всего Что Зовется Божеством Или Святынею Так Что Он Даже Воссядет Божьем Храме И Объявит Себя Богом Разве Вы не Помните Я Ведь Говорил Вам Об этом Еще Будучи У вас И Теперь Вы Знаете Что Удерживает Его От Выступления До Того Как Придет Его Время Ведь Таинственные Силы Зла Уже Действуют Но Сначала Должен Уйти С дороги Тот Кто Преграждает Ему Путь И Тогда Этот Злодей Будет Явлен Открыто Но Адонай Ют Гэй Ва Гэй Шоа Сразит Его Дыханием Своих Уст Уничтожит Его Одним Только Своим Сиянием В тот День Когда Он Возвратится Явление Злодея Дело Рук Сатаны И Оно Проявится Во всякого Рода Знамение Во Все Силе Ложных Чудес Во Всяком Злом Обмане На Него Попадутся Идущие Гибели За то Что Отвергли Любовь К истине Благодаря Которой Они Были Бы Спасены Шоа И Потому Всевышний Дает Им Попасть Под Власть Обмана Чтобы Все Те Кто Не Поверил Истине И Выбрал Зло Поверили Лжи И Были Таким Образом Осуждены А Мы Должны Благодарить Всегда За Вас Всевышнего Братья Любимые Господом Ведь Всевышний Избрал Вас Чтобы Вы Первыми Достигли Спасения Благодаря Руаха Кудеш Который Освящает Вас Вашей Вере В Истину Для Этого Он И Призвал Вас Радостной Вестью Которую Мы Принесли Вам Разделить Славу Еще Нас По Своей Доброте Бесконечными Бесконечными Мужествами Доброй Надеждой Вселят Мужество Ваши Сердца Укрепят Для Всякого Доброго Дела И Словом Словом И Дальше И Дальше И Дальше Тут Читать Можно Бесконечно О чем Речь Идет О том Что Дух Антихриста Это Человек Греха И Сын Погибели Вот Я читал Сейчас Что Он Восстанет Против Всевышнего И Вспомнил 1917 Год Революция Владимир Ильич Ленин На Броневичке Надежда Константиновна Карл Маркс Фридрих Энгельс Учение Которое Пришло На Эту Землю И На 70 Лет Увело Людей В Прострацию Главный Лозунг Был Советского Союза Бога Нет Это Пережитки Прошлого Бога Нет Написал Карл Маркс А кто-то Приписал Карл Маркса Нет И Подписал Бог Поэтому Карл Маркса Нет А Всевышний На месте Как всегда И он не живет Рукотворенных Храмах И он не требует Служения Рук Человеческих Как бы Имеющих В чем-либо Нужду Он сам Дает Всему Жизнь И Дыхание И Все От одной Крови Произвел он Весь род Человеческий Назначив Места И пределы Обитания Людям Чтобы Они Искали Всевышнего Не надо Искать Динаминацию Какого-то Там Чудотворца Ищите Личность Которая Управляет Вселенной И пусть Эта Личность Вам Явится Как она Явилась Апостолу На дороге В Дамаск Как Она Являлась Аврааму И Вывела Его Из Харана И Привела Ханаан Как Она Являлась И Цхаку И Якову Нашим Пратцам И Так же Машею Машею И Как Сегодня Он Является Людям По всей Земле Ему Слава Вечная И скажем Амин Что Останавливает Лже Мессию Лжеца Который Есть Антипод Нашего Господа Машеха Это Сам Машех Который Есть Свет И Это Этот Свет Который Внутри Нас Свет Он Освещает Темноту И Поэтому Мы Не Должны Прятаться Под Кровать Или Где-то Нет Мы Светим Всем Вот Онлайн Пожалуйста Идет Свет Идет Учение Идет Слово Идет Движение Святого Духа Накрывает Не По-детски Хорошо Одна Мне Написала В комментариях Я Вас Включила Первый Раз Слушаю Слушаю Не Могу Ничего Понять А потом Дух Поняла Говорит Так Меня Накрыл Святой Дух Так Меня Живет Уже Накрыл Укутал И Укачал Святой Дух Да Святой Дух Он И Есть Носитель Света И Мы Святонос Мы Люцифер Мы Носим Свет Истины Люцифер Это имя Потерял Он Был Когда-то Святоносным Сегодня Он Князь Тьмы Века Сего И Конечно Все Его Подданные Живут В глубочайших Проблемах Но Давайте Громко Скажем Для того И Явился Сын Божий Чтобы Разрушить Все Дела Дьявола Как Истина Истина О чем О крови Истину От крови Скрывают Много Невежества Причастия Много Непонимания Крови Но Это Есть Наша Часть В нем И Когда Ишуа Был Предан Он Взял Хлеб И Возблагодарив Преломил И подал И сказал Примите Едите Это Есть Тело Мое За вас Ломим Делайте Это В Мое Воспоминание И Также Чашу И Сказал Се Чаша Есть Новый Завет Моей Крови Делайте Это Мое Воспоминание Во Многих Туземных Народах Есть Обычай Хочешь Стать Сильным Убей Льва И Съешь Его Сердце И Когда Ишуа Дает Свою Плоть То Этим Народам Которые Знают Это Учение Им Понятно Конечно Я съедаю Его Тело И Я становлюсь Таким Как Он Я Выпиваю Его Кровь Хочешь Быть Сильным Пей Кровь Быка Говорили Древние То есть Убивали Быка Наливали Стакан Крови Выпивали Воины Для того Чтобы Взять Силу Быка Это Очень Древние Языческие Глубокие Духовные Традиции И Поэтому В причастии Есть И Глубина И Широта И Высота И Долгота И Это То Что Превосходит Мелкое Мышление Многих Людей Но Еще Сказал Иоанна Шестая Глава Если Кто Не Будет Есть Мое Тело Не Будет Иметь Жизни В Самом Себе Кто Не Будет Пить Крови Тот Не Войдет В Воскресенье То Сейчас В Пришествии У Нас Причастие Ежедневно Само Собой Логично Если Я Ожидаю Со Дня На День Увидеться С Господом То Я Каждый День Должен Быть Готов Я Должен Укрепиться Его Силой Я Съедаю Его Тело И Я Беру Его Силу Я Пью Его Кровь И Я Беру Его Святость У Меня Ничего Этого Нет Но Это Есть У Него И Он Мне Это Дает Сегодня А Я Это Принимаю С Благодарением Во Имя Отца Во Имя Сына И Во Имя Святого Духа И Скажем Амин В ту ночь Которую Он был Предан Он Взял Хлеб И Возблагодарив Приломил И Подал Им Сказал Примите Едите Это Тело Мое За вас Ломим Делайте Это Мое Воспоминание То есть Когда Вы Едите Хлеб Все Вы Думаете О И Шуа Это Не Хлеб Это Тело Когда Вы Пьете Вы Думаете О Крови И Вы Пьете Кровь И Это Попадает Внутрь Человека И Производит Необратимые Процессы Освящения Укрепления И Благословения Моей Жизни Много Раз Была Смерть И Когда Я Начал Причащаться Она Отступила Я Уже Давно Не Вижу Ее А До Этого Частенько Встречались Частенько Дух Смерти Всегда Будет Там Где Ему Дают Место Возмездие За Грех Смерть А Мы Все Много Согрешаем Но Дар Божий Жизнь Через Принятие Ежго Причащаясь Я Принимаю Его Реально Неформально Поэтому Мы Молимся И Говорим Господь Благодарим Тебя За тело Твою Кровь Мы Принимаем Тебя Еще Тело Твоей Кровь Как Ты Заповедал Нам Ты Дал Чашу И Сказал Эта Чаша Есть Новый Завет Крови Пейте В Мое Воспоминание Ибо Всякий Раз Когда Вы Едите Хлеб И пьете Чашу Сию Вы Возвещаете Смерть Господню Доколе Он Вернется И Доиспытывает Себя Человек И Таким Образом Пусть Ест От Хлеба Сего Пьет От Чаши Сей Если Бы Мы Судили Сами Себя Не Были Судимы Будучи же Судимы Наказываемся От Господа Чтоб Не Быть Осужденными С Миром С С С С С С С Продолжение следует...